Внимание к боевому расчёту! 11-12-й Назначена боевая работа по умножению старта баллистических ракет 11-12-му Контроль за состоянием аппаратуры своевременной накладки Привет всем! Вы на канале ТОП-Армии Гиперзвуковая скорость, перехват боеголовок межконтинентальных баллистических ракет и уничтожение спутников на орбите Земли Новейший мобильный комплекс противоракетной обороны А-235НУДОЛЬ, предназначенный для защиты Москвы, проходит испытания Комплекс А-235НУДОЛЬ, дальнейшее развитие системы противоракетной обороны А-135АМУР, которая сейчас прикрывает Москву и Центральный промышленный район К этому проекту приступили ещё в конце 70-х годов, но вскоре его приостановили Возобновили только в начале нулевых НУДОЛЬ до сих пор остаётся одной из самых засекреченных разработок российской оборонки По имеющейся в открытых источниках информации, бросковые и лётные испытания ракеты начались в 2014-м на полигоне Плесецк Всего произвели порядка 10 пусков Известно, что комплекс способен поражать цели на расстоянии полутора тысячи километров, а скорость его ракет-перехватчиков достигает 10 чисел МАХа То есть НУДОЛЬ – гиперзвуковая ракетная система Главная задача – уничтожение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на подлётных траекториях Официально боеприпас НУДОЛЬ классифицируется как ракета космического назначения Однако западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне называют НУДОЛЬ не иначе, как системой противоспутникового перехвата По мнению специалистов, комплекс с условным обозначением PL-19 нацелен на коммуникационные спутники, аппараты для орбитальной фотосъемки и другие космические объекты На Западе считают, что комплекс НУДОЛЬ способен сильно ограничить военные возможности американцев в космосе По данным Космического командования США, последние испытания НУДОЛЬ провели 15 апреля с полигона Плесецк Предыдущие состоялись 23 декабря 2018 года Тогда ракета, запущенная с подвижной установки, находилась в воздухе 17 минут и пролетала около 3000 километров Вице-премьер Юрий Борисов назвал противоспутниковый НУДОЛЬ одним из новейших видов российских вооружений наряду с ракетой «Сармат» Истребителем пятого поколения Су-57, танком «Армата», зенитной системой С-500 и комплексом радиоэлектронного подавления связи «Триады-2С» Западу на все это пока ответить нечем Система противоракетной обороны А-135 «Амур», заступившая на боевое дежурство в 95-м, действует по многоступенчатому принципу Сначала космические спутники засекают старты баллистических ракет, затем МБР берут на сопровождение радиолокационные станции После чего принимается решение о нанесении встречного удара ракетными перехватчиками, размещенными в нескольких десятках шахтных пусковых установок «Амур» полностью автоматизирован, обнаружение цели захват, выдача разрешения на пуск и наведение противоракет не требует участия человека При этом система способна четко различать реальные боеголовки и ложные цели, которыми снаряжены все современные межконтинентальные баллистические ракеты За годы эксплуатации «Амур» неоднократно модернизировали, в первую очередь это коснулось элементной базы и ее миниатюризации Однако ресурс комплекса не безграничен Разработанная ему на смену системы «Нудоль» вооружена сразу несколькими типами твердотопливных ракет ближнего, среднего, а также дальнего перехвата Сбивающих боеприпасы противника на высоте до нескольких сотен километров в ближнем космосе и стратосфере По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, по функциональности «Нудоль» не отличается от «Амура» Мы не собираемся строить систему противоракетной обороны всей страны, объясняет эксперт РИА Новости То есть речь идет по-прежнему о прикрытии Москвы и Центрального промышленного района от одиночных ударов межконтинентальных баллистических ракет Ракет средней дальности и других угроз И в принципиально новом боеприпасе, нет необходимости, будет использоваться модифицированная и глубоко модернизированная ракета комплекса А-135 Главная особенность новой ракеты – так называемый кинетический перехват целей без применения специальных боевых частей Проще говоря, боеприпас будет уничтожать атакующие ракеты, сталкиваясь с ними на запредельных скоростях У «Амура» для перехвата есть два типа боеголовок – с осколочно-фугасными и ядерными зарядами Пустить в ход такое оружие – это ядерная война, но доли такого не потребуется Кроме того, система способна на заатмосферный перехват, уточняет эксперт Фактически, работать по спутникам на низких орбитах сегодня это очень актуально для России Потому что намерения США разместить перспективные вооружения в космосе вызывают большое опасение Но доль парирует такие угрозы Еще одно важное отличие – мобильность Пусковые установки размещены на самоходных, высокопроходимых транспортных машинах Что позволяет оперативно и скрытно перемещать их в нужные районы Дело в том, что у США есть амбиции создать систему быстрого глобального удара, говорит Мураховский Мобильная пусковая установка, в отличие от стационарных, которые сейчас действуют в системе А-135 Сможет менять позиции и выводить ракеты из зоны этого удара Упорное желание американцев милитаризировать космос в последние годы просматривается все четче В конце 2019-го президент Дональд Трамп объявил о создании космических войск А генеральный секретарь НАТО Ейнсон Столтенберг сообщил о намерении признать космос новой оперативной сферой Альянса Трамп тогда подчеркнул, что космическое командование США будет развивать не только оборонные, но и наступательные возможности Так, агентство противоракетной обороны США собирается в ближайшее время приступить к развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет Разработка и внедрение устойчивой космической сенсорной архитектуры должны завершиться к концу 2022 года Скорее всего, Пентагон решил пойти на это, чтобы обрести средства противодействия новейшим российским стратегическим разработкам Сармату и Авангарду Другая потенциальная угроза со стороны США – это уже упомянутая концепция быстрого головального удара Подразумевающая атаку и уничтожение особо важных объектов противника неядерным вооружением в любой точке земного шара в течение часа после получения приказа Удар планируется наносить гиперзуковыми ракетами с морских и воздушных носителей, а также с космических платформ А на этом все, вы были на канале ТОПАРМИ Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео Я с вами прощаюсь, пока-пока